С вами был Игорь Негода. Только в достаточно узком кругу лиц, поскольку это вопросы касаются того, что мы называем духовной жизнью или аскетикой. Аскетика, представляете, что такое? Как только такое слово слышишь, значит, уже страшно становится. На самом же деле, как мы уже с вами говорили, аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни. О правильной. Есть сложная, а есть правильная. Но оказывается, что нужно знать, что это такое за правильная человеческая жизнь. Так вот, аскетика – это наука, которая как раз говорит об этих правилах, при которых человек может только стать и духовно, и телесно, представляете, здоровым существом. Потому что христианство утверждает одну очень неприятную мысль. Кстати, почему все те, кто узнают, когда просто только услышат об этой мысли, то уже христианство напрочь отвергают. Сразу. Сразу. Думаю, что все мы больны. Представляете? Но мы же все понимаем, что мы не больны, правда? Но все мы, все мы глубоко нездоровы. И речь идёт совсем не о теле, тело-то ладно. А что оказывается, мы глубоко нездоровы, нездоровы своей всей природой, если хотите, касающейся, конечно, и тела, но главное касается души. Оно утверждает, что все наши добрые свойства, с которыми человек был сотворён, в падении глубоко извратились. Это извращение в чём проявляется? Ну, например, хотя бы. Гнев на зло, он вполне естествен. И гнев – это очень положительная сила, причём сила, которая отталкивает от себя всякое зло. А у нас гнев во что обращается? На людей, на вещи, на природу, на обстоятельства, на самого Господа Бога. Представляете, какое извращение! Оттолкнуть зло – это естественно! Так же, как оттолкнуть от себя горящие пламя, горящие какую-нибудь, знаете ли, вот, какой факел, который обжечь, может, мы оттолкнём, бросим. Это естественно, правда же? Это естественно, но мы вместо того, чтобы оттолкнуть зло, начинаем толкать любого человека, и всё, что вокруг нас. Произошло вот это искажение. Зависть, например, другое свойство. Мы знаем, как писал Василий Великий, и не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Потому что это свойство, что из себя представляет? Я страдаю от того, что другому хорошо, что другого – успех. Другому, как говорят, везёт. Боже мой, для меня такие страдания трудные представить себе. Представляете, какой кошмар! А ведь на самом деле это что такое за свойство? Зависть в данном... Из чего исходит-то? Что произошло? Извращение-то какое? То есть завидовать, говорят, знаете, есть даже у нас такое выражение – доброй завистью. Доброй завистью. Когда вот друг, которого я действительно прям за которым ради всей своей душой, и я доброй завистью завидую, что он что? У него успех! Ой, как хорошо! И мне бы, конечно, быть таким, но я знаю, что таким не буду, но какое-то благо! То есть зависть по отношению к самому Господу Богу, к всем святым силам! Но зависть какая? Какое стремление, да желание, если хотите, даже смирение перед тем, чего я не могу достичь, но я бы хотел. Итак, в падении... В чём состоит падение? Это очень важно, друзья мои, в том, что все добрые свойства извратились у нас. То есть, точнее сказать, если совсем точно, перемешалось добро со злом. Поэтому даже, когда мы делаем, кажется, добро, и там, и там при тонком взгляде, то есть взгляде эксперта, при том взгляде, который действительно глубоко проникает, они видят, и там даже в добром деле, в этой... Ну, что там бочка мёда, смех один, в этой капле мёда, и там даже бочка дёгтя примазывается. Вот, оказывается, какие вещи! Вот что такое падение, о котором говорит христианство. Слышите? Оказывается, у нас всё перемешано. Даже добро, кажется, дело, и тут тщеславие, там где-то такое, или прямо, грубо, или тонко, или сразу, или через какое-то время, но обязательно проявляется. Слышите? Вот испорчено! Вот эта вот испорченность, вот это падение, оно и является причиной всех наших скорбей, всех наших зол, всех наших неприятностей, переживаний. Вот, оказывается, что является. И вот аскетика, как наука, она как раз и ставит своей целью, своей целью, как раз, и имеет своей, если хотите, программой указать на характер испорченности и дать рецепты к исцелению. Посмотрите, что человек делает, когда он заболеет телом. Чего только не делает, чтобы излечиться. И чем сильнее болезнь, он ощущает, тем больше прилагает сил. Так и здесь тоже к христианству указывает откровенно. Вот, смотрите, что произошло с тобой, человек. И ты находишься в этом состоянии. Со всех сторон. Тебя ни с какой стороны не посмотри. Всюду это повреждённо. Всюду перемешано добро со злом. Всюду. Всюду болезненность. Задача. Задача какая? Исцелиться. Какое благо исцелиться. Слушайте, кто тяжело, когда не болел, а, наверное, все, чем не болели, да хотя бы этим несчастным гриппом, когда с температурой. И потом вдруг проходит, о, ну, наконец-то! Наконец-то! Какое благо! Не правда ли? Ну, конечно, благо! Ещё бы! Так вот, христианство и есть та религия, которая указывает на причину, во-первых, всех неполадок нашей жизни, и прежде всего духовной, и даёт рецепты исцеления от этого. Вот это очень, друзья мои, важно. Я почему об этом говорю? Потому что часто, когда скажут слово «аскетика», и все тут же, ой, это не для нас! Это значит не есть, не пить, и вообще не знаю, чем заниматься, полностью отказаться от жизни. Да нет! Она может иметь различный уровень, это верно! Но каждый христианин должен на своём уровне, учитывая свои силы, свои возможности, должен знать эту науку и использовать эти средства, чтобы, насколько это возможно, исцелиться. Естественное дело – желать исцелиться. И вдруг в этом приходится христианству убеждать людей и призывать, призывать людей, ну, позаботьтесь о своём здоровье! Мы отвечаем – отстань! Нам некогда! Нам некогда заботиться о своём здоровье! Да, отсюда все беды! Вот так! Вот, друзья мои, мы с вами фактически мы занимаемся именно этим, этими вопросами. Причём это вопросы, знаете, какие? Не такие, как вот в школе, надо выучить то-то, то-то, то-то и отбарабанить, потом ответить. Хорошая память, но я ответил. Нет! Наши с вами вот эти встречи носят совсем другой характер. Просто познакомиться с этой духовной жизнью, познакомиться, познакомиться, если хотите, с теми болезнями, которые есть, познакомиться с тем, как с ними бороться, и познакомиться на основании чего? Несобственных измышлений кого-нибудь, от чего да избавит Бог, ещё раз я вам говорю, вот, а познакомиться с тем, о чём учили опытнейшие профессора этой духовной медицины, опытнейшие профессора духовной медицины, которых мы называем святыми отцами. Опытнейшие! Как мы ищем опытного врача, не знаем, как исцелиться, где он, ищем, готовы деньги заплатить какие, поехать куда угодно, лишь бы только найти этого опытнейшего целителя. Так вот и здесь. И здесь мы стараемся, насколько это возможно, познакомиться именно с их учением, а не с какими-то собственными мыслями, идеями, предположениями, которые отчасти, подчас могут быть и правильными, очень часто совсем неверными, которые могут быть перемешаны, вот, и никогда нет надежды потом, то ли верно, то ли нет. И попробуй, попробуй, узнай. Поэтому обращаемся. Как я уже вам говорил, и сейчас ещё раз повторяю, что по какому-то, ну, естественно, как всегда нам неведомому промыслу Божию, но Господь воздвиг в XIX веке вот этого великого учителя духовной жизни Игнатия Бринчанинова. Действительно воздвиг, о котором опчинские старцы, как вы помните, как отзывались только, что называется, молились буквально на него. Они, какие последующие отцы, я к чему вам говорю, друзья мои, там Макарий опчинский, Леонид ещё даже, да, Варсонофий опчинский, Никон Беляев. Посмотрите, Игумня Арсения, который, наверное, теперь уже клик в святых причислен, Игумень Никон Воробьёв, который от памяти, Иоанн Крестьянкин, как говорит, молитесь Игнатию Бринчанину, молитесь, прямо призывает. Посмотрите, сколько авторитета! И поэтому, знаете, когда вдруг слышишь, какая-то моська тявкнет там где-то, что там Игнатия Бринчанину, просто сжимаешься, думаешь, Господи, какая же глупость! Кто ты? Что ты смеешь так даже говорить? Даже стыдно слышать, когда вдруг на него поднимают пету. И это в сон никаких свидетелей о нём, когда называют его ангельский ум даже, и вдруг кто-то дерзает поднимать на него пету свою. Я именно потому говорю, что это действительно авторитет, и называю ещё потому, чтобы знали вы, по крайней мере, обязательно приобретите в себе собрание его сочинений, творений, обязательно! На полке пусть стоит! Смотрите друг на друга! Открывайте! Потому что другого, к сожалению, сейчас уже он писал, духовного руководителя и сейчас нет! Это он писал! Хотя сам указывал, что я встречался вот с такими, встречал таких! Но что это такое, когда в океане одна рыбка есть, две, три? Поэтому, он говорит, духовных руководителей нет! Поэтому в наше время вот эти творения, которые у него целиком и полностью основаны на аскетических творениях, бесспорных, ещё раз повторяю, святых отцов, имеют исключительную важность для нашего времени. Вот так! Пожалуйста, имейте это в виду, потому что наше время как никогда подходит под ту категорию, о которой сказано «Дни я, дни лукавы, суть!» Лукавы в каком смысле? Со всех сторон! Там одно, другое, третье, и уже люди расползаются! Где же она, истина духовной жизни? Где она? Что это происходит? Вот! Где только у святых отцов можем найти! Итак, вы помните, как в последний раз мы с вами как раз пытались рассмотреть такую очень близкую к нам тему, одну из ближайших тем – грех, страсти. И там, может, попытались отметить некоторые вещи. Если можно, я вам повторю сейчас некоторые, которые, я бы сказал, было бы просто замечательно, если бы их знать. Эти просто замечательные мысли. Я вам кое-что просто... Вот какое правило борьбы с греховными начинаниями? Отвечает! Чтобы отвергать грех в самом начале, в самом начале мысли, убивать таинственных младенцев. Каких младенцев? Блажен и же имя ты разбиет, младенца твоя камень! Мысли, только что приходящие. Вот! Потому что здесь ещё справиться легко. Как только запустил себя... О! О! Поэтому общие правила борьбы. Это нужно знать, поскольку будете проповедовать людям. Вы должны сказать, хотя бы сами вы совсем не боролись, слышите? Чего не дай бог, конечно, но людям должны сказать, что правила борьбы, если кто хочет, немедленно, в самом начале, в самом зарождении отвергать это. Что делает грех человеком? Много вещей. Грех – это рана, как мы с вами говорили. Но одно из любопытных явлений, которых особенно было бы важно знать всем философам, всем психологам, что грех, грех отнимает познание истины. Слышите? Вот я кого-то ненавижу, кого-то считаю таким-сяким, я не знаю каким, всё! Всё! У меня нет истины в душе моей! Слышите? Почему я говорю ненавидь? Потому что это один из самых таких страшных грехов, глубоко поражающих душу. ненависть, неприязнь, осуждение – всё! Я одеваю на себя мутные, не знаю, какие очки, а, может быть, и чёрные, через которые ничего не вижу. Грех отнимает познание истины! Ой, как это важно! Это прямо нужно бы, знаете, девизом поставить ко всей философии – древней, новой, новейшей, каких угодно, о которой философы, к сожалению, никогда не говорят! Слышите? Всё, голова только! Надо голова вот такая, и вот больше, больше, больше голова! А что здесь творится? Забывают, что здесь, что в сердце творится, это всё любой голова величины, когда грязью обливает все твои мозги, никогда во веки веков ты истину здесь не познаешь! Ух, какая истина! Понимаете, просто звучит! Очень просто! Всё гениальное просто! Это давно подмечено! Откуда у нас скорби? Откуда все беды? Я грехом изгнал и изгоняю из души своей рай! Слушайте, как просто звучит-то! Вы подумайте только! Нет ничего проще! Ой, нет настроения! Ой, какое-то уныние! Ой, то-то, то-то! Ой, на меня там напали! И всё! Грехом я изгоняю из души своей что? Рай первозданный, который дан каждому человеку, ибо Царство Божие внутрь вас есть! И вот это Царство Божие вот как изгоняется нами! Всюду скорби, беды, всё! Посмотрите, все носятся, кричат, шумят! Как изгнать? Революции! Да! И не знаю кто! И люди виноваты! Всё на свете! И забыли одну простую вещь, где самый корень и самая суть не хотим видеть! Вот чем изгоняется рай! То есть что такое? То, что именуется счастье! То, что именуется радость! Вот чем изгоняется! Грехом! О грехе мы должны понять! Он может быть очень разным! Но самые тяжёлые грехи это которые которые человек совершает, когда он может их не совершить! Слышите? Обращаю ваше внимание! Потому что есть грехи уже уже непроизвольные, когда я ну не могу сел за стол и не могу не объесться! Я, конечно, сознаю, что я, конечно, ну это, конечно, свинство во мне оказывается больше, чем человечности! Не могу не объесться! Это одно! Вижу, ну не могу и всё! И совсем другое, когда я могу и тем не менее делаю! Вот эти грехи особенно глубоко поражают душу! И вот здесь уже и сомнений нет, что рай отнимается, я сам у себя отнимаю! И, конечно, надо отметить, что тоже очень важно, что некоторые грехи, можно сказать, вот страсти, как свойства, становятся как свойствами целых обществ, целых народов! Обратите на это внимание! Целых! Вы помните то, что... Ах, вы не помните, мы не говорили с вами! Ну, то, что я называю родовым, родовым повреждением, то есть родовое, то есть относящееся к данному роду, вот это именно страсть! Это стало природным свойством целых народов! Вот даже, как сказать, целых обществ! Причём страсти, как Амброси Оптинский писал, что, читая святых отцов, я понял, я познал, что, оказывается, страсти так же заразительны, как и телесные болезни! Поэтому надо быть и здесь очень осторожным! Очень интересная мысль у преподобного Исаия-отшельника. Оказывается, любопытный есть закон своего рода. Ты получишь прощение в грехах в той мере... А в какой мере получишь прощение в грехах? Я знаю, в какой мере! Я пишу записку, подхожу к духовнику, даю ему записку, читаю. Вот я грешный! Ну, если ему лень читать, ну, ладно, я зачитаю. И всё, и пошёл! Ты получишь прощение в грехах в той мере, в какой простишь ближним. Ух, как интересно! Слышите? Не просто так, какой ты каешься! Это общее понятие. Тут конкретизировано на одном из самых главных направлений нашей внутренней жизни. В той степени, в какой простишь ближним. А простишь не только в том смысле, что кто-то меня обидел. Это прежде всего. Но и в другом смысле. Не думайте! У меня какой-нибудь там, не знаю, неведомый или ведомый мне начальник, неважно, каком он уровне, на церковном уровне, там, архиерей, патриарх, или на уровне светским, там, президент, там, премьер, министр, начальник фирмы. Я их не знаю, они меня не знают, но я возмущаюсь, что они делают, негодяи! Надо с ними сделать то-то и то-то! Слышите? Ты получишь прощение из своих грехов в той мере, в какой сумеешь, сумеешь простить ближним грехи их. Простить – это не значит, что принять это за норму. Совсем нет! А простить – в каком смысле понять, что как я не могу справиться со своей дрянью всякой, так и они не могут! Прости, помолись за ним! Слышите, какие вещи у святых отцов-то! Ух, как здорово! Не правда ли? Вот в какой мере мы получим прощение грехово! А не в той, что надо мной молитву прочтут, прочтут – «Прощай, разрешай тебя от всех!» и пошёл довольный. Опять делать то же самое. Как это важно помнить! Как это важно, особенно священникам, это говорить людям! Людям говорить! Вот, когда будет разрешение от грехов, в противном случае не обманывайтесь! Причём в той мере! Потому что и простить можно другому в разной степени и мере! В разной степени! Вы же сами понимаете! Можно от всей души, можно совсем снять с себя это, а можно, знаете, с трудом, понуждением. Ну, степень может быть разная! Или, например, что такое страсти? Страсти, греховные страсти, естественно, о чём? Это не что иное, как явления противоестественные, но которые естественны стали для нас! Понимаете, какая любовь, как здоровая, какая мысль-то замечательная! Вообще, в принципе, они противоестественны нам! Любая страсть, потому что приносит страдания, а Бог создал нас не для страдания, но они стали страсть, естественно, нам, нашей природе! И христианство указывает на это! Это страсть, а не добро! Если ты хочешь себе благо, надо с этим бороться и исцелять это, а не следовать это! Очень важный момент! Ещё один! в духовном подвиге, в духовной жизни должно вооружаться прежде всего против начальных страстей! Начальных страстей! Обращаю ваше внимание! Я вам это потом вопросы в программе поставлю, и вы будете мне проповедовать потом, обучать меня! Против начальных страстей, которые являются причиной вторичной колонны страстей! Слышите? Какие же это эти начальные страсти? Объясняется! Объедение! Самое такое вот, да, разнеженность, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, то есть искание похвал, ну, а кто не ищет похвал? Ну, слушайте, естественно, да, это каждый человек. Я всегда говорю, давайте, давайте, ой, как хорошо, всегда так говорите! Правда, когда вот ругают меня, я не говорю, что всегда так говорите. почему, правда, понять не могу. Видите, это действительно первичные такие, самые первичные, с которыми мы соприкасаемся все! Вот они, первичные страсти! Но они-то, оказывается, они являются причиной возникновения следующих страстей, если человек с ними не борется. А какие следующие? Пожалуйста, сладострасти, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, оставление доброй жизни – оказывается, всё это следствие. И тот, кто не будет бороться с первым, во веки веков никогда не сможет победить второе. Некоторые вот это сколько угодно к вам будут подходить, друзья мои, что мне делать? У меня какое-то уныние! Я не нахожу себе места! Это слышите? Это будут подходить сплошь и рядом. Сейчас это... Ну, не сейчас, может быть, и всегда так. Уныние, печаль, знаете, такое чуть ли не отчаяние! А не знающий человек не знает, что и сказать. А оказывается, нужно начать бороться с причиной. Тогда мы победим и следствие. Помните, всё время приходится повторять один и тот же пример аллергии. Да чего это хороший пример? На носу, когда вскочило, красное пятно, да такое уж, это ужас! Не покажешься! Сколько ни мажь его, ничего не поможет! А нужно, оказывается, апельсины перестать есть там, ну, например, или что-нибудь другое. Причину надо найти, её надо искоренить, и тогда и красное пятно с носа пропадёт. Вот это очень важное дело! Есть, оказывается, первая колонна, которая является причиной второй. И пока первая колонна не пройдёт, второй нельзя, второй не сможет. Ну, по крайней мере, они очень взаимосвязаны. Есть закон взаимосвязи страстей. Одни порождают другие. Одни являются причинами других. Это высшей степени степени важно. Ну, а чем обнаруживаются страсти? Это, я помню, мы с вами говорили. Чем? Нашими мечтаниями, нашими мыслями, то, что внутри у нас там, знаете, как говорят, там о гаде и жене счисла. Вот так. Важно обратить внимание и на другое, что когда страсть овладевает человеком, то тогда ум становится рабом, из властителя превращается в раба, становится орудием. Орудием чего? Ищет средств удовлетворения страсти. Вот. И это, конечно, уже беда. Ну, вот так, друзья мои, это я кое-что решил ещё отметить, поскольку это вещи очень важные. Я решил отдельно это прям выделить, отдельно сказать об этих вещах, поскольку они очень насущные. Ну, зачитаю ещё вам из Авва Дорофея очень хорошую мысль. Очень важную. Невозможно не иметь скорби от страстей тому, кто образовал их в себе, исполняя их на деле. Мы увлеклись начальными причинами страстей, возбудили страсти к действию, и потому невозможно нам не искушаться страстными помышлениями. Они понуждают нас к исполнению страстей против воли нашей, потому что мы предали себя в руки страстей произвольно. Это опять то, с чего мы с вами уже, если хотите, начали и о чём уже говорили. Самый опасный грех какой? Если вот так спросить, ну, все скажут, там, гордость. Ну, кажется, правильно. Кажется, правильно. Самый страшный грех. Правильно? Верно. Правильно? Неверно. Почему? Гордость сама является следствием. Самый страшный грех – произвольные грехи, то есть те, которые я совершаю, имея полную возможность, свободу, силу, не делать этого. Потому что они всегда являются причиной уже потом рабства человека, причиной невольных уже. Как вот рыбу поймали на крючок, на плесну, и всё. Она бьётся, бьётся, её тащат. Никуда уже не денешься. Попалась. Так это именно и происходит в нашей духовной жизни. Вот так, друзья мои, мне очень хотелось это напомнить. Для того, что касается греха, греха и страстей, эти мысли, их надо знать, их надо помнить, надо зафиксировать. И, кстати, используйте, пожалуйста, их проповедях. Но не говорите о пустых проповедей. Когда одну пустоту... Надо же говорить об этом людям, как бороться людям, как спасаться людям, как бороться с грехом, со страстями, что является причиной их. Об этом надо говорить. Не увлекайтесь вы вот этим подчас пустым красноречием. Это же было так. Пустое красноречие. Столько слов благочестивых, и за ними ничего не... Следуйте за Христом, открывайте свою душу Христу, дайте действовать благодати. Правда же здорово как, да? И так далее. И что это такое? А что это такое? Ну, хорошо. Ну, а теперь, я думаю, немножечко мы с вами поговорим ещё кое-каких вещах. Видите, мы с вами говорим... Видите, у нас темы свободные, но у меня какая мысльная. Помните, из чего вы, конечно, не помните, но я вам напомню. Что говорят, духовная жизнь? А что это такое? Ну, заповеди знают? Знаю. Ну, исполняй их. Не исполни, кайся. А что ещё? Или, как придумали на Западе, и у нас же некоторые повторяют, духовная жизнь – это участие в таинствах. Но поскольку меня уже крестили давным-давно, я не помню, когда, то остаётся только что. Ну, причение. Иснуть причение. И если я участвую, это моя духовная жизнь. Да. А как участвую? А как участвую? И что только когда таинство? А между таинствами что? Уже ничего? Смотрите, какое открывается, оказывается, море, море всяких положений, положений, которые нам не открывать, что такое духовная жизнь. Это не просто участие в таинствах. Подошёл – и всё, и пошёл. Слава тебе, Господи, я поучаствовал. И всё в порядке. Сейчас я хочу немножечко сегодня поговорить о вещи, которые, конечно, может быть, особенные, она не для всех, не для всех, на первый взгляд, относится, но это на первый взгляд. На самом деле вопрос, с которым должен быть знаком каждый христианин, независимо от выбора своей жизни. Речь идёт о монашестве. Это у Игнатия Бринчинина есть замечательная фраза. Дело не в монашестве, дело в христианстве. Монашество лишь в той степени важно, в какой степени оно может привести человека, христианина, к духовному совершенству. Только духовному, может привести христианина, к духовному совершенству. Вот и всё! А дело не в самом монашестве, как таковом. Очень мы знаем множество монахов, то есть святых подвижников, которые не были монахами. Антоний Великий, раз и был монахом, да он даже сана не имел. Или Мария Египетская, кто построгал, она что, была монахом? Алексей Человек Божий, помните, кто его построгал? Да и сколько угодно мы находим! Разве дело в этом? Разве дело в постриге? Или дело в том, что живёт в монастыре? Дело-то, оказывается, в другом! Монашество – это образ жизни только! Какой жизни? Той жизни, которая изначально была, которая бы наиболее способствовала человеку в достижении вот этого духовного совершенства. А что это такое духовное совершенство? Обращаю ваше внимание, непонимание этого вопроса привело католицизм к дикому учению о сверхдолжных заслугах. С одной стороны – заслугах, с другой стороны – сверхдолжных заслугах. Слушайте, я тяжело заболел. Мне прописали лекарства. Я употребляю эти лекарства, начинаю. Это мои заслуги? Какие заслуги? Не хочешь? Твоё дело! Это заслуги? Но мне говорят, что эти лекарства – нужно бы не только эти лекарства, нужно ещё вот то-то, то-то и то-то ещё делать! Если вы хотите уж окончательно выздороветь, то вам ещё придётся делать вот это! Оставить вот эту всякую деятельность, какую-то так, иначе она может расстроить ваше ещё больше здоровья! И вот человек оставляет ради чего? Чтобы достичь полноты здравия! Это что такое? Это заслуга? Это моя заслуга, да, перед кем? Когда я принимаю лекарства? Врач говорит мне, прописал, какая заслуга? При чём тут? Это я хочу выздороветь, и больше ничего! А могу, хотите, вообще быть здоровым полностью? Это сверхдолжные заслуги! От чего отталкивается? От неверного совершенно понимания слов Христа в отношении того богатого юноши, который пришёл к нему, и которому Христос сказал, хочешь спасения? Исполни заповеди! Он сказал, исполнил! Хочешь быть совершенным? Раздай всё своё имение! Иди следуй за мной! И вот из этого толкования какое придумали, что одно дело значит спасение, так, это заслуга, если исполнишь заповеди, если выпьешь аспирин со скафеном, да, а если ты уж хочешь быть совсем здоровым, то тебе придётся так ещё там целый ряд всяких процедур сделать, да, если ты отречёшься от всего своего имения, то ты получаешь сверхдолжные заслуги! Друзья мои, это такая безумная идея, которая показывает, до какого извращения в понимании духовной жизни можно дойти. Человек лечится, и у него заслуги! Да кто же, когда это говорил, какому больному у тебя заслуги? Да, если ты выпил, как положено, пять таблеток в день, это заслуги, а если пятнадцать, то у тебя сверхдолжные заслуги! И тебе за это что, орден надо тебе дать, да? За то, что ты лечишься? Вспомните, Макарий Египетский, сколько раз привожу, Боже, очисти мя грешного, яко ни коли же, никогда же сотворих благое пред тобою! Какие заслуги! Оказывается, мы даже доброго дела, окончательного, по существу полноценного даже не можем сделать! Всё время с каким-то ядом всё это происходит! Спасение и совершенство – это степень нашего очищения, степень, если хотите, нашего исцеления. Вот что это такое, а не заслуги! Это просто буквально какое-то кощунственное учение! И ещё вот католики на меня возмущаются, говорят, что вы нас обвиняете! Ну, скажите, я не вас лично обвиняю, а я обвиняю учению вот этого католицизма, которое людей сводит с ума! Представьте себе, если я принял постриг, полчаса – и всё в порядке, и у меня уже сверхдолжные заслуги! Вы подумайте только! Да что же это такое? Что такое монашество? Монашество вовсе – это не искание сверхдолжных заслуг, а это есть ничто иное, как избрание того пути жизни и тех средств, которые мне действительно, меня, надеюсь, полноценно излечат от всех тех страстей и недугов, которые во мне есть! Только всего! В мирской жизни невозможно этого сделать! В мирской, то есть, какой в жизни? Когда у нас масса проблем, даже семейные проблемы, проблемы на работе, проблемы общения в коллективе! Это сколько действительно проблем и деловых, и человеческих! Сколько ум забит этими всеми делами! Что можно? Ведь спасение – что такое? Это исцеление от страстей, это очищение, если хотите, своего сознания даже от всякого непотребства, потребства и всяких проблем! В мирской жизни действительно! Дай Бог только чего достичь! В мирской жизни чего достичь? Дай Бог! Наконец, понять, понять, что я действительно грешный человек, что я действительно, Господи, без тебя ничего не могу сделать, что спасение только в тебе, потому что я вижу, я ничего не делаю! У меня одни страсти, одно тщеславие, одна зависть, один гнев, до негодования, а то ещё и похуже что-нибудь! Ничего не могу! Господи! Как разбойник только! Это действительно будет даст спасение, как дано разбойнику, если он придёт, человек, к этому сознанию. Совершенство, о котором мы говорим – совершенство, это есть не что иное, как попытка от всего отойти, максимально отойти. Поэтому монашесство что такое? Это есть уход от всех, максимально от всех проблем этой жизни ради только одного, ради одного – сосредоточить всё своё внимание на исцеление своей души, которое происходит через исцеление своего ума, во-первых, освобождение его от всех забот. Почему и называется часто умным деланием. Главное в монашестве – умное от слова «ума». Делание, то есть ума, очищение ума от всех этих вещей. Ума какого только? Напоминаю, в избирании недоразумения. Ума не компьютера, которая в голове, а ума, которая в сердце, из которого исходит помышление человека. Вот какого ума! Речь идёт, если говорить в переводе на греческий язык, то не ума логоса, а ума нуса, то есть ума не рассудка, а именно ума, того ума, который в сердце человеческом, из которого исходят страсти все. – Вы сказали, что нельзя сказать, что духовная жизнь – это участие в Евхаристии. Служите! Телесная жизнь – это пить воду. Без воды – ни туда, ни сюда. А говорят, что еще надо и есть чего-нибудь, и воздухом дышать надо. Правда? Оказывается! Когда я сказал, что духовная жизнь – это… что нельзя сказать, что духовная жизнь – это участие в Евхаристии, забыли одно слово – только участие в Евхаристии. И какое участие в Евхаристии? Иуда поучаствовал, и сатана вошел в него. Вы слышите? И можно всю жизнь участвовать в Евхаристии и оказаться без Бога. Вот о чем идет речь. Поэтому я и говорю, что духовная… Тут, говорит, патриарх Кирилл сказал тот. Конечно, Евхаристия нужна, но это еще недостаточно, и мы это все прекрасно знаем, что можно и причащаться, причащаться и быть настоящим язычником в то же время. Что мы этого не знаем? Как причащаться? Что же вы ссылаетесь на этот авторитет? Как причащаться? Апостол Павел уже пишет, что можно достойно, а можно недостойно причащаться. Речь-то идет. Нельзя же просто сказать Евхаристию. Причащение. Конечно, нельзя. Можно причащиться во спасение, а можно и в грех. Вот в чем дело. Поэтому нужно быть осторожным здесь. Скажите, а есть какие-то, на ваш взгляд, положительные тенденции в Западной Церкви за последние тысячи лет? Положительные тенденции? Ну, насчет тенденций... Тенденции нет. А вот некоторые моменты там есть. Очень. Например, мне очень нравится, как они подходят к причастию. Не то, что нас гурьбуют. У нас есть пять человек, они все вот так и друг к другу толкая. Там ничего подобного. Полный порядок выходит. Выходят какие-то так. Все прочие в это время там сидят или стоят. Они подходят, другие идут. Спокойно, не толкаясь, с миром. У нас же как гурьба какая. Я уже пытался говорить, ну, слушайте, ну, давайте, у нас семинарии хотя бы, мы можем организовать. Семинаристы встанут, и чтобы подпускать спокойно, без толчаи. Я помню, это давно было. Вокруг Христа тоже толпа всегда была. Все теснили. Ну, слушай, и... Ну, все можно обосновать. Ой, Господи, ну, правильно! Да, недаром говорит Христос, ядца и пийца. То есть пьяница и обжора. Давайте и мы тоже, да. Слушайте, разве можно так подходить? Все благообразно и по чину добывает, пишет апостол Павел в церкви. Вот, я просто говорю, один из примеров. Вот, это, по-моему, очень такой хороший пример, которому следовало было просто даже подражать. Вот, есть там, есть некие вещи, но тенденции, я говорю, тенденции там сплошь и рядом отрицательные. Там идёт потрясающий процесс умерщения сознания. И он приводит вот к тем негативным, ну, последствиям, которые мы видим и в нравственной, и общественной жизни Запада, потому что церковь является закваской. Вот в чём дело. Если вы обратите внимание, как после отпадения, это же началась эта эпоха, вот эти, да, гуманизма, эпоха возрождения, это возрождение язычества. И так оно и пошло и всюду. И вот эти примеры, которые я привожу с этими великими святыми, вы подумайте только, это до чего можно дойти? Это они считают за любовь Божию. Такие же просто, просто беда. Я с ними говорю, ну, что вы делаете? Я не ругаю, не осуждаю, а тут можно только плакать, что это такое происходит. Вы знаете, что я делал? В докладах, когда мы вместе, вот, с католиками, у их делегации наша, специально помещал вот эти резкие высказания, например, Игнатия Бринчанинова, когда он говорит эти сумасшедшие, и Терезы, и так далее, и Франциски, специально для того, чтобы возбудить дискуссию. И вы знаете, никакой реакции. Скажите, объясните, пожалуйста, почему это сумасшедшие? Никакой реакции. И я понял, я понял, они это понимают. Ну, по крайней мере, я говорю, кардиналы, архиереи, эти богословы, они понимают, но отойти от этого невозможно. Это великие святые. Игнатия Бринчанинова,